друзья всем привет и конечно же добро пожаловать на наш канал сегодня я хочу рассказать о том как проходят проектные недели в школах германии в начальной школе на примере того что было у детей потом мы покажем как проходит по окончании этой проектной недели школьный праздник где родителям показывают что как сделали дети каков итог этой проектной работе проектная неделя в школе была связана с изучением творчества голландского художника питом андриана который рисовал только шестью цветами и только прямыми линиями дети изучали творчество этого художника и потом делали свои какие-то определенные работы у каждого класса было свое задание невероятно интересная история получилась у киры потому что там детки рисовали картины в стиле этого художника потом выбирали лучшую и три лучших картины были потом воплощены на стене школы то есть это просто что-то на мой взгляд невероятное интересное потому что детей учат собственно говоря делать проект обращаю внимание это второй класс 2 детей учат делать проект выбирают лучший и потом реализуют то есть проводится голосование учат голосовать за лучшую работу и потом этот проект силами детей совместно с педагогами реализуется на стене школы ну на мой взгляд это невероятно но давайте посмотрим вместе посмотрим все сначала надеюсь вам будет интересно для начала я бы хотела показать ролик где кира рассказывает о том как именно в ее классе проводилась работа она рассказывает что делают как проходит выбор потом ну в общем все по цепочке дамира хотела тоже попросить все мы завтра 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 потом время прошло уже эмоции не те и к сожалению вот у дамирчика видео так и не записала я поэтому предлагаю вам посмотреть то что рассказывает кира но потом мы уже перейдем непосредственно к празднику в школе который был посвящен окончанию этой проектной недели давайте смотреть вместе . у вас в школе сейчас идет подготовка к проекту да расскажешь как прошел первый день подготовки мы вышли к второму акту с пингвином и нам включили видео так что как какой-то художник нарисовал такую картину как черные полоски и квадратики прямо кончики раскрашивает желтым синим и красным и черным иногда серым добавляет вот мы начали рисовать такую картину всем классом ну наш класс да я не видела пингвин нарисовали мы начали рисовать нарисовали и потом начали провести голосование разложили все работы и дали по камешку и каждый из класса должен был положить этот камешки камушек на на работу которая больше всего не нравится ну прикольно потом выбрали шесть лучших картин из его класса и поставили на стол это здорово я тебя поздравляю . сколько у остальных двух было картинок ко мне но у моей девочка заходит в классном и говорит что у моей картины 10 половина класса проголосовали за твою картина вот и потом вызвали в коридор я не поняла что происходит девочка меня выставила вперед все начали мне хлопать типа у меня большее количество камней набрала я тебя поздравляю . молодец что у меня большее количество камней ну давай мы не будем забегать вперед давай ты завтра придешь со школы расскажешь во сколько три дня вы будете готовить этот проект три дня до а потом родители придут смотреть да что вы сделали ну давай мы на этом остановимся а завтра ты расскажешь что вы сделали сейчас мы послушали историю кирочки о том как проходила подготовка да как ребята готовились к этому празднику да как они трудились а теперь я хочу вам показать сколько людей собралось на этот школьный праздник людей было достаточно много вот столько деток было на школьном дворе в принципе это все классы с первого по четвертый надо сказать что на этом празднике родителей было не очень много учеников первого и второго класса собрали на ступеньках школы и они исполнили песню предлагаю вам послушать сразу хочу сказать что если сравнивать с россией да вот но немножко все таки я знаю что эти сравнения ни к чему но это происходит невольно я хочу сказать что в россии перед всеми выступлениями дети очень очень готовятся и они очень переживают потому что месяц перед выступлениями это прям сплошные подготовки 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 и детки нервничают переживает но на выступлении проходит как правило все просто идеально здесь же хочу сказать что детки выступают далеко не идеально далеко но зато у них нет никакого стресса связанного с подготовкой то есть они прогнали несколько раз этот номер у кого как получается так и получается учителя не ругают и так далее ну в общем давайте смотреть как это проходит здесь после этого была песня в исполнении 4 класса давайте тоже посмотрим фрагмент а 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 после исполнения песни вышла другая группа детей с танцем здесь соответственно тоже танец был далек от идеала но дети делали это с удовольствием давайте посмотрим так это это Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Один кусочек пирога съели Добавил субтитры DimaTorzok 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 фигурам что тоже очень полезной а главное интересно как потом рассказали нам дети что они изучали творчество еще одного художника который оказывается рисовал геометрическими фигурами и поэтому деток развили на группы по четыре человека они сами создавали геометрические фигуры и из них уже составляли картины передавали свое видение этой картины и каждый в этом картине в этой картине видел своем мы пошли на следующий этаж если обратите внимание то на окнах поселились птички выполненные учениками этой школы а на стенах также были представлены те или иные работы учеников опять-таки по мотивам по мотивам одного из художников здесь мы увидели работы выставлены четвертым классом продемонстрированные четвертым классом например тут абстракции и как я уже говорила автор картины в виде фотографий приклеен на саму свою работу задумка интересная просто ничего подобного скажем так я не видела для нас это необычно и интересно дальше вот так же с правой стороны висят силуэты деток а также их мысли и их увлечения то есть кто о чем думает кому что нравится кто хочет что скушать вот все это продемонстрировано внутри силуэта внутри головы тоже ну как бы такая творческая минутка задумка интересная дальше с левой стороны вот на окнах если вы видите растут цветы а на стенах сидят бабочки как 3d такие картины получились объемные такие картины очень интересно мы детям мы говорим сделайте дома повесьте на стены своей комнаты тоже будет красиво и интересно главное сделано своими руками что очень ценно в любые времена здесь тоже представлены вот такие вот полянки и на полянках летают бабочки бабочки объемные по четыре крылышка у всех тоже интересно видно что работы сделаны детками что они не идеальны но главное что каждый ребенок поучаствовал в создании той или иной картины работа каждого ребенка висит она подписана с той стороны дети знают что это именно их работа с радостью гордостью показывают ее родителям а вот здесь вот тоже очень интересное решение здесь дверь не знаю правда куда и вот смотрите она как гора в которой живут гномики представлена но тоже вот согласитесь интересно и все вот эти картины на стене выполнены учителями с детьми дамичи показал свою работу которую они делали коллективно по три-четыре человека в группе они рисовали картину тоже в стиле художника да вот он рассказывает показывает что нарисовали мне кажется это все очень развивает именно творческое мышление развивает вара воображение вне задумки эти все очень понравились здесь дамирчик ведет показать нам свою картину эти картины все выполняли ребята из его класса также делились на группы по три-четыре человека и вместе работали на той или иной картиной дамичик также рисовал с тремя девочками работа на четверых у них было очень нравится мне вот эти птички которые украшают окна ну очень мило получается просим детей сделать также дома и на следующем этаже было уже работать до мира тоже вот посмотрите какие яркие интересные картины как нам объяснили дети у них были заготовки и из ног туловище и голов разных-разных им нужно было собрать вот тех или иных чудиков и вот здесь вот была уже работа до мира вот она выполнена тоже на четверых с девчонками вот такой проект тоже выполнена в таком же стиле что интересные туловище интересные головы но опять таки это как творчество одно из одного из художников до работы выполнялись в стиле этого художника мы к сожалению не всех далеко не всех художников знаю а здесь работы выполнены ребятами из первых классов обратите внимание просто палочки от мороженых сделали ли рисунки и из этих палочек сделали фото сделали рамку и получилось что фотография в рамочке очень интересно тоже можно повторить дома и смотрится ярко красиво оригинальным рядом с секретариатом с учительской дети нарисовали флаги тех стран которые участвуют в чемпионате мира по футболу дамир сначала не понял что за флаги почему их рисуют спросил можно ли нарисовать флаг россии ему не разрешили он был крайне возмущен но он тогда не понял что это именно странные участники и когда ему объяснили он ну как бы порадовался потому что думал изначально что флаг россии по другим причинам запретили рисовать вот и сделали прям группу вот как играли в чемпионатах группами то и вот первая группа такие то команды тоже интересно прям по это было вот перед учительская сделано дальше было была просьба от педагогов собирать тубы с туалетной из-под туалетной бумаги прям задавались вопросом почему для чего и вот увидели оказывается на них тоже детям рисовали флаги чемпионатов в стран участников чемпионата и вот сейчас покажу тоже как это выглядело вот они те самые тубы от туалетной бумаги уже разрисованы в виде флагов тех или иных стран которые участвовали в чемпионате европы ну а далее прямо около дверей в учительскую находится прямо такие группы в составе которых играли также те или иные страны во время чемпионата европы что еще было самым очень интересным так это то что дети очень активно следили за тем как проходит чемпионат европы это обсуждалось в школе обсуждалось в классе во дворе то и знали а кто с кем играет конкретную дату кто выиграл тоже очень интересно на самом деле ну и после того как мы уже все посмотрели внутри школы мы пошли смотреть вот проекты которые были реализованы на стене школы да в том числе и проект кирочки тоже кира очень гордилась но я и сама понимаю как это вообще здорово что твой проект который ты нарисовал да на бумаге твои наброски взяли и просто всем классом нарисовали на стене школы это ну просто невероятно круто я считаю очень классное мероприятие сейчас покажу как это выглядело и кира тоже расскажет покажет прям покажет сам проектик небольшой до файлики и то что получилось на стене сейчас мы идем вдоль школы и вот видите яркие пятна яркие квадраты прямоугольники а на стене школы это и есть проектные работы деток которые выиграли в результате работы на этой проектной неделе молотка учишься будет из скотч клеили дальше вообще здорово придумали дату не вот это это твоя работа кир это та которая выиграла на 3 до 3 по 3 работы победители до их потом на стене реализовали очень круто то есть кира получается вы сделали проект на бумаге а потом его перенесли на стену школы очень красивый кир а это как раз у как ты рисуешь все в радужном стиле так и получилось потом пошли с детьми в сторону здания продленки и детки рассказывали как они украсили как изменился скажем так школьный двор особое внимание почему-то уделяли тому как покрасили урны их это забавляло потому что каждой урны было одинаковых урн было по две штуки в одинаковой расцветке и кира прям мама найти где 2 его такая урна если ходили искали в общем по школьному двору эти урны тоже весьма занимательно стену же тоже разрисовали глянька а это на пост или они не ходили на вас прикольно тоже сделали мусорки реально тоже раскрасили всяким разным да какой . одинаковых где потом еще кирочка показала место где у них растут ягоды рассказала как они с детками на переменах выходят из школы для того чтобы поесть ягоды и еще показала где в школе их у учили правилам дорожного движения где нарисовали пешеходный переход давайте тоже посмотрим что здесь . уже спит черная смородина да нет это не черная а что это вот это не на арбузке вот тут а крыжовник вот покажи красная смородинка не красный виде арбузиков крыжовник крыжовник еще что-то растет выходите сюда кушать черная смородина черная смородина я знаю что она вкусная попробуй нет мне не понравилось не вкусная она еще просто зеленая не доспела она же черная но еще не поспела до конца и что вы ходите сюда на перекус это здорово можно выйти прям с кустиков ягодки покушать так у бабушки на даче да вот тут вот иди сюда и тут их вот так вот привязывают и садятся и кричатся как пачели прикольно а вот тут мальчики играли они себе базу сделали так вот потом когда мы увидели то что там растет вот эти крыжовник или что это черная смородина я говорю моей подруге марго я поняла почему тут мальчики базу сделали можно прикольно базу и покушать можно да так ну пойдем сейчас папа замешком же придут наверно пойдем куда мы идем дочки вот пешеходный переход нарисовали для чего кира это нам сегодня устраивали ставить камушки вот полосу начертили это у нас сегодня дорога была а и что правило дорожного движения было или что тут ставили знаки дорогу чертили перестонный переход вот камушками обозначали на кирпичками такие и учили да кира мы учили просто подавали самка на велосипедах и катались здорово а туда выходите кир туда нет а там же внизу тоже есть такая как зона отдыха туда можно идти после продленки ну что вы пораньше уходите домой ладно пойдем за папой замешком дамичка это что у тебя вы сами сажали или что там на лавочках до мастер-класс зоны блюм и называется и полили а теперь куда надо отнести домой и завтра полить а это домой можно забирать да а ты пойди кире скажи она тоже захочет а у тебя тоже подсолнечник а вы сами разве разукрашивали вот эти почему ну и на этом наверное повествование о школьном празднике в честь окончания проектной недели будем заканчивать дети еще раз перекусили после этого и потому что за четыре часа праздник они естественно проголодались ну и на этом наверно все если вам было интересно пожалуйста ставьте лайки пишите комментарии вообще мы будем рады любом вашему мнению спасибо за просмотр до новых встреч пока пока